привет друзья сегодня по дороге к своему доктору решила ответить на такой интересный вопрос который меня часто спрашивали на канале в свое время а сейчас поступил он от моего папы я ему рассказала потом думаю а я на него и не отвечала никогда и я в общем на этой неделе у нас больше таких немножко болталочек решила на этой неделе ответить на этот вопрос вы знаете вопрос заключался в следующем и на а где люди ты показываешь прекрасные пейзажи булочки по которым вы гуляете с малышкой и все такое но где на этом пейзаже и на этих видео люди они все все на работе или все все вымерли или не ходят по улицам что где люди и он говорит просто ты мне уже нет ну не однажды присылала вот эти все видео которые я на ватсапе он говорит я не вижу людей почему нет людей я подумала действительно это интересно и любопытно потому что мы когда живем в этой атмосфере мы за ней как бы не наблюдаем не замечаем этих вещей но если вдуматься то да когда я приехала меня это тоже немножко удивляло но как то я сразу понимала почему давайте немножко как бы для этого разберем просто чуть-чуть демографию как люди живут в канаде дело в том что семейные пары семьи предпочитают жить за городом в домах я не говорю что все конечно есть люди которые предпочитают жить в городе или например люди уже более старше у кого дети выросли они живут как бы прямо скажем в даунтауне им это выгоднее это удобнее не нужно содержать там машину да можно везде добраться на транспорте и в принципе ничего так уж сильно и не нужно то что нужно например семье более маленькими детьми мы не говорим про такие семьи и про такой вид мы говорим про вот например такие как мы дело в том что когда живете за городом в своем доме вы естественно продолжаете быть обычным функционирующим человеком вы работаете дети в школе в садике то есть вас нет на улице улица пустая на улицах никто не ходит то что никого нет максимум кого можно увидеть это очень редко каких-нибудь пенсионеров но это крайняя редкость либо мамочек с маленькими детьми которые еще не в садике или по каким-то причинам не их не водят в садик например как в нашей ситуации либо бебиситеров до которые сидят с этими детьми родители у которых на работе а бебиситер сидит с детьми это те люди которых вы можете увидеть на улице это очень редко в течение в дневное время я еще часто гуляю во время такое достаточно обеденное когда дети в основном те кто не в садике спят обедают шагаби у меня не спит и мы в это время гуляем сейчас погода благоприятная и это позволяет выходить даже в обеденное время то есть нету сильного солнца какого-то там жара никто не сгорит и не перегреется и в это время дети нормальные как бы спят кушают обедают их вообще на улице нету даже тех этих единственных несчастных детей то есть на улице есть только я и ну может быть еще кто-то где-то проходит какие-то старшеклассники которые ушли там раньше со школ и так далее поэтому людей нету но если вы перенесетесь в город даже в какой-то небольшой город там идет жизнь во первых там люди не ездят как правило на машине они будут ходить пешком здесь люди все за городом на машине поэтому даже если машина и проезжает то очень редко вы не увидите людей потому что они едут в машине а в городе люди особенно если вы в бизнес-центре каком-то да в даунтауне люди передвигаются то есть они во первых ходят там на ланч по ресторанам они ходят между офисами есть очень много движения то есть очень много движения самого по себе и дело в том что там когда вы пойдете в город или например в какой-нибудь торговый центр там люди ходят гуляют покупают и можно подумать даже за впечатление что здесь никто не работает все только занимаются шоппингом то есть такой эффект тоже возможен но опять-таки это в такое место скопления людей которые вы попадете вот в основном в жилом районе в тихом людей нет когда мы приехали в канаду мы в принципе можно сказать поселились тоже в таком месте мы жили за городом но мы жили мы снимали апартмент но он был очень тихом таком районе жилом среди домов то есть были дома и трехэтажных несколько домиков таких было апартментов это за городом жизнь за городом спокойно размеренная то есть людей много нету они конечно были но не так много вот поэтому сначала было дико где все люди то же самое люди на работах люди на машинах в конце концов кто живет за городом они вообще на улице не передвигаются любая потому что плаза какой-то магазин он очень далеко он не находится в расстоянии того что можно дойти пешком как правило туда нужно ехать ну разве что может в библиотеку если надо пройтись библиотека есть какая-то поблизости туда то есть людям нету надобности ходить единственное что ради спорта ради спорта людей больше вы увидите вечером вечером на прогулку выходит очень много людей очень много людей так сейчас мне нужно будет здесь повернуть поэтому я отвлекусь вот прям сейчас я не заверну и поэтому мы тоже жили в общем-то за городом жизнь была размерена и люди не ходили по улице то есть это максимум либо люди которые шли в библиотеку либо сейн или просто прогуливались днем людей вы не увидите вечером на прогулку выходит очень много людей во первых собачники гуляют с собаками вечером после работы все приходят все прогуливаются с собаками собаки здесь как известно почти в каждом доме делают прогулки делают спорт вечером достаточно много людей площадки детские переполнены особенно если хорошая погода весенне летнее осеннее время площадки полны с детьми туда приходят уже и школьники младшие классы и средние классы и детки маленькие и люди после работы просто вот днем то что я когда снимаю нету детей кажется даже не верится в то что здесь когда-то бывают дети но вечером там просто яблоку негде упасть и по улицам будет много людей люди сидят на крылечках около своего дома то есть очень все активно проходит но днем этого нету и поэтому днем ощущение что ты в какой-то пустоте находишься в каком-то вакууме и у меня очень много таких видео и да днем действительно за городом вы не увидите людей которые ходят по улице вы их вечером не увидите в большом количестве то есть вы увидите их на площадках детских и те кто делает спорт или гуляет с собаками так просто люди не ходят но если вы в городе в таунтауне там где постоянно кипит жизнь там конечно очень много людей и они передвигаются естественно по улицам потому что в городе везде можно добраться на транспорте там машина не обязательно нужна хотя все равно машин конечно много и большие пробки но тем не менее людей на улицах очень много и там как бы нормально кипит жизнь но мы за городом а за городом людей нет на улицах вот в общем то это и был коротенький ответ на ваш вопрос на вопрос моего папы так что задавайте вопросы такого характера не очень интересные они заставляют немножко проанализировать задуматься и вспомнить какие-то такие воспоминания которые были у меня ассоциации когда я приехала пока пока а